Деревянный настил будущего амфитеатра уже готов, скоро появятся и сидения. Работы в молодежном сквере Звенигорода должны завершиться буквально на днях. Это чуть позже, чем планировалось. Подпорной стенки первоначально в проекте не было. Пришлось вносить изменения в документацию. Мы мечтаем, чтобы в Звенигороде было много таких ухоженных, красивых мест, где можно было не только молодежи посидеть, но и людям старшего возраста встретиться. И таких мест в Звенигороде скоро будет много. Через дорогу от молодежного сквера, сквер Саввы. Он для любителей более спокойного отдыха. Работы также на завершающей стадии. Там делается полностью замена покрытия, создание пешеходной сети. Устанавливаем новые лавочки, освещение, делаем отделение. И немного расширяем тротуар в сторону улицы Московской. Исторический центр Звенигорода благоустраивают по современным стандартам в приоритете общественный транспорт и пешеходы. Поэтому приняли решение проезжую часть сузить, а тротуар расширить. Да, мы европейский город. Центр города, он для туристов, для прогулок. Машина здесь не самая главная. То есть машину мы как раз будем вытаскивать на парковке, а здесь надо гулять. И это пешеходный переход. Правильно про машину Андрея Роберта. Общественный транспорт и пешеходы. Единый стиль. Фасады и заборы на Московской улице должны соответствовать разработанной концепции благоустройства. Для этого в планах встреча с собственниками. Особую обеспокоенность у местных жителей вызывает ограждение Чеховского сквера. Они предлагают чугунные решетки сохранить. Вообще за этот забор так, извини, городцы переживают, чтобы его не убрали. Ужасно. Но они все любят. Получается, нам надо его дискоструить. Нам нужно его очистить, заново покрасить. Ну тут основная проблема – это основание. И, конечно же, делаем с основанием. Кипят работы и в Центральном городском парке Звенигорода уже в процессе создания дорожно-тропиночной сети, зон воркаута и детских площадок, замена опор освещения. В перспективе установка амфитеатра и сухого фонтана. К середине октября все работы планируется завершить. Люди пожилые вот так начнут обходить машины, соответственно, там ход идет. Нет, нужен полноценный тротуар. Тротуару быть соответствующее поручение сделал глава муниципалитета Андрей Иванов. Также он обратил особое внимание руководителей подрядных организаций на соблюдение установленных сроков, но без потерь в качестве проводимых работ. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.